Добрый день, мы снова в нашей студии. Мы продолжим разговор о работе нашего центра. И вот такое небольшое лирическое отступление, чтобы вы поняли, что мы собрались в нашем центре, я имею в виду разные специалисты, совершенно не случайно. И те идеи, которые мы проповедуем, они взялись не на пустом месте. Как многие знают, с конца 80-х годов я возглавлял в Питере необычное лечебное учреждение, а именно реабилитационный центр, который потом преобразовался в центр социальной педиатрии. Так вот, почему это произошло? Дело в том, что как врач-педиатр с многолетним стажем, я понял очень быстро, что символ нашего центра, такая эмблемка. Сейчас попробую показать. Сотрудники центра все имели такой значок, и я его торжественно вручил Давиду как продолжателю наших идей. Или, как бы вот я об этом скажу, что мы встретили совсем не случайно, и не случайно вместе работаем. Так вот, уже тогда стало понятно, что лечить только ребенка, а к нам попадали тяжелые дети с детским церебральным параличами, дети после спинальных травм, после аварии, после каких-то трагических случаев на восстановление. Так вот, лечить, только заниматься лечением ребенка, это мероприятие, обреченное на провал, или на, скажем, какие-то вот минимальные изменения. Почему? Потому что страдает вся семья. Это тогда мы поняли, и наши специалисты работали именно в этом направлении. То есть, два пути перед нами тогда стояло, почему он и получил название направления Центра социальной педиатрии. Во-первых, страдала вся семья, и вся семья, как бы, являлась, скажем так, болезненным организмом, который требовал лечения комплексного. Первое – это раз, и второе – это проблема будущего таких детей. То есть, проблема детей, которые должны через определенное время стать полноценными или не стать полноценными жителями общества, полноценными гражданами и так далее. То есть, это обучение, это какая-то профориентация, это какие-то мероприятия, направленные на то, чтобы ребенок адаптировался к жизни в сегодняшнем, во взрослом мире, и так далее, и так далее. Вот эти идеи мы начали внедрять, и довольно успешно внедряли в том Центре. Так вот, через 25 или 30 лет встретившись с Давидом, и как бы определившись в том, что наши мысли сходятся в главном, а именно в этих направлениях, я с удовольствием принял приглашение Давида работать вот в таком Центре, потому что это правильно. И вот еще раз я хочу озвучить задачи, которые стоят сегодня перед нами. Во-первых, это не только лечение, а диагностика. Мы столкнулись с тем, что приезжают и обращаются родители с детьми, которые как бы не то, что недообследованы или плохо обследованы. У них нет, не выявлены причины их проблем. Причем, опять же, вот как бы, да, те же самые грабли. Даже если пытаются выяснить о проблемах, то выясняют проблемы и патологию ребенка. Никто не занимается родителями. И что самое, как бы, ну, интересное, печальное в этом плане, это то, что родители сами не понимают, что в них проблема. И очень часто проблема, вызывающая патологию ребенка, она заложена в самих родителях. И вот первая задача специалистов нашего Центра, это диагностика, это вскрытие того, что закрыто подчас очень глубоко, не только в организме больного ребенка, но и в организме больных родителей. Это раз. Ну и второй момент, он чисто, ну, не побоюсь так сказать, может быть, возникнут какие-то недовольства, недоумения. Второй момент, это чисто врачебный. Это момент лечения, то есть устранения этих проблем. И третий момент, это момент, ну, скажем так, даже не объяснения, а момент открытия у родителей и у ребенка, открытия тех возможностей, которые, на которые этот ребенок способен. то есть именно такая вот постановка, направление развития этого ребенка, то есть обучение родителей, как заниматься, какой путь избрать, какое направление подсказать родителям, что они должны делать дома сами. Ведь основные лекаря, основные восстановители, основные врачи для своего ребенка, это родители, потому что, ну и семья, потому что они занимаются с ребенком 24 часа в сутки, постоянно, и они должны знать и понимать, что они должны с этим ребенком делать, куда и на что должны быть направлены их усилия. Вот этому мы обучаем родителей, этому мы стараемся не просто им предложить или навязать, а им объяснить, чтобы они почувствовали, чтобы они заложили это, ну как вот в свою душу, чтобы они поняли и ощутили на себе, что они меняются, что они выздоравливают, что они получают как бы новую жизнь, именно как здоровые родители, которые несут счастье своим детям. Не зря основной наш девиз, если вот девиз нашего питерского центра это был здоровье детям, вот, то девиз центра нашего БР Давид, это здоровые родители, счастливые дети. Нет, счастливые родители, это здоровые дети. Да, счастливые родители, это здоровые дети, но здесь в принципе, скажем так, это круг, поэтому тут получается, что одно вытекает из другого, и вот этому мы стремимся посвятить наши усилия, и этим мы занимаемся с родителями, когда они приезжают, и этим занимается Давид с ними дистанционно, и благодаря вот такой позиции мы объясняем родителям, давая вам информационные блоки в средствах современной связи, чтобы вы могли понимать. Самое главное, это не навязать, это не... Ну, довольно часто можно слышать от разных специалистов, не только медиков, но и от психологов, от дефектологов, от логопедов и так далее. Вы делай так, потому что это нужно делать так. Мы идем по другому пути. Мы стараемся родителям объяснить, почему это нужно делать так, и когда родители понимают, что да, другого пути нет, они просто иногда даже воспринимают это как собственную мысль. То есть... Другой путь есть, и обычно по нему идут, набивая шишки себе, то они другие... Нет, ну, я не говорю это путь, это не наш путь. Мы и говорим о том, чтобы родители шли не тем путем, который мы им навязываем, или который мы им предлагаем, а тем путем, который они осознали сами. Мы даем им возможность этот путь осознать, понять, почему он нужен, к чему он приведет, что они хотят получить от ребенка, что они хотят создать в своей семье, и как к этому нужно прийти, таким образом, чтобы они действительно были счастливыми, и чтобы дети их стали полноценными членами общества, не просто вот какими-то, ну, что они там могут существовать, но чтобы они могли стать полезными, чтобы они могли принести пользу людям, чтобы они... Чтобы сделали в жизни что-то хорошее. Да, чтобы они не просто, даже не просто сделали что-то хорошее в жизни, а чтобы они к этому стремились, чтобы это была их цель, чтобы они понимали, что жизнь дана человеку исключительно для того, чтобы он оставил после себя какой-то полезный след, какое-то, ну, нужное, полезное, необходимое для других вот что-то. У всех по-разному это, у всех разные способности, но эти способности открываются, если вы поговорите с теми, кто у нас уже был, если вы посмотрите, что говорят родители о своих детях, вы поймете, что... что сами эти дети говорят. Да, 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 что сами эти дети говорят, не только ведь Иоанн, что они делают, вот, вы поймете, что то, что было с ними несколько лет тому назад, это уже вообще все забыто, уже нету этого, они другие, они получили новую жизнь, и они идут в этот мир счастливые, радостные, широко раскрытыми глазами, раскрытыми душами, и стремятся принести людям такое же счастье, какое они испытывают сами. Вот, наверное, так можно как бы вот озвучить нашу позицию, кто-то ее может принять, кто-то, кому-то она покажется странной и дикой, ради Бога, каждый выбирает свой путь, и каждому по этому пути, как говорится, будет дано. Вот, подумайте об этом, да, есть такие замечательные строки, что каждый выбирает себе свою дорогу сам, и, соответственно, те результаты, которые на этой дороге он получит, они будут, собственно говоря, его выбор собственный, вот на этом такой вот ноте, может быть, немножко философской я хочу закончить, пожелать вам успехов, радости, подумайте, ну и, соответственно, еще раз напоминаю, что двери, телефоны, сайты и прочие моменты нашего центра для вас всегда открыты, и будьте здоровы, берегите себя, своих детей, будьте счастливы, все вместе, всей семьей, и каждой в отдельности, до свидания, до новых встреч. Я позволю себе немножко добавить от себя важное дополнение, дело в том, что наш центр занимается не только диагностикой и лечением, но, прежде всего, это развивающий центр, это очень кратко, если сказать. Да, и что касается лечения, любая процедура лечебная, это одновременная диагностика, нету отработки каких-то методик, все исключительно. очень деликатно и заботливо. Всего доброго всем.